Владимир, приветствую вас. Ну что, совсем скоро уже поединок против Ивана Штыркова. Вот можете рассказать, в какой форме себя ощущаете? Потому что, ну, как сказал Камил Гаджиев, вы готовились всего лишь две недели примерно, ну так, более-менее активно. То есть, понятно, что там, ну, в связи с обстоятельствами полный лагерь пройти не было возможности. Вот в каком состоянии подходите к бою? В хорошем состоянии. Все, что можно было взять за эти две недели, взяли. По сопернику, вот что можете сказать? Иван Штырков, который победил Петра Романкевича, достаточно неожиданно. Насколько он серьезный оппонент? Серьезный оппонент, в первую очередь, серьезный атлет. Серьезно настроен. Точно не номер отбывать, приезжает за ним большое количество людей стоит, большая аудитория, достаточно серьезная публика. И многие в него верят, верят в его победу. Я думаю, что он будет делать все, чтобы оправдать все надежды. Точно не легкая прогулка для меня. Сам по себе парень агрессивный. Ну, я имею в виду в ринге, да? То есть вы видели его бои, он всегда идет вперед. Всегда пытается нанести удар. Вообще это тяжеловесы. Каждый удар может быть решающим. Поэтому я буду осторожным, аккуратным. Форсировать события не буду. Буду атаковать с дальней дистанции. Использовать преимущество в росте, в длине рук. Использовать преимущество в техническом арсенале. Буду, моя ставка на тактику. На тактике техническое преимущество. Буду держать его на дистанции. Атаковать с дальней дистанции ногами. Бить встречные удары. Короче, покажу всю красоту кикбоксинга. Вот вы подходите к этому бою в статусе явного фаворита. Ну, там и по букмекерам, и по всему. Да, это понятно. Это как-то давит? В психологических плане, что ну как будто бы нет права на ошибку. Вы знаете, да, много ожиданий по этому поводу у людей. Поэтому это действительно накладывает некий такой груз ответственности. Ну, Иваня, еще раз повторюсь, это же и его тоже стимулирует. То, что он там в статусе андердога. Он хочет всем доказать, что это не так. Поэтому, но с другой стороны, у меня действительно за плечами большие опыки. Неоднократно. И я сам находил статусе андердога. И много турниров и соревнований, куда я был. Когда я был молодой, куда я приезжал, меня там совсем не знали. И я творил чудеса. Поэтому вообще не хочу ничего загадывать наперед. Просто давайте дождемся 18-го числа. Главное, чтобы в этот день и у меня, и у Ивана было хорошее рабочее настроение. А вот что касается вашего конфликта. Вот там вот получается, вроде бы решили уже все вопросы на пресс-конференции. То есть мы можем уже утверждать, что конфликт полностью закрыт? Ну, смотрите, конфликт открыт, когда люди готовы друг на друга бросаться кулаками, я считаю. Я думаю, что то, что мы не знаем, это не больше, чем некоторое в прошлом недопонимание о нынешнем статусе раскрутка боя. Довольно адекватно он отреагировал. Я тоже не увидел с его стороны каких-то провокаций. Ну, шумели. Ну, то есть ничего в этом сверхъестественного и личного нет? Для меня это просто профессиональная сторона нашей профессии. Наше противостояние. Как бы ни хотелось, журналистам раздуть из этого какой-то конфликт и поспекулировать на это. Ни у меня, ни я, ни Иван не дали шанса. Там был один журналист, который ходил, все подначил, вопросы задавал Ивану. Говорил, а давай ты вот так скажешь, а давай я вот так, а я у тебя вот это спрошу. Я не буду говорить с какого он издания, но просто отношение к спортсменам, к профессионалам у этого парня. Я буду разговаривать вообще с общественностью спортивной, с промоутером. О том, чтобы, во-первых, с этим товарищем, из всего руководителя, чтобы мы, во-первых, с ним поговорили, а во-вторых, чтобы его не допускали вообще. Он оказался типичным представителем, паразитирующим на продуктах жизнедеятельности бойцов. Вот хотел такой вопрос задать. Вот вы выступаете в основном, да, в среднем весе, в ММА выступали, да? Сейчас в последнее время уже в тяжелом. Вот в каком комфортнее выступать для вас лично? Да и в том, в том просто, в тяжелом я всегда выступал по кикбоксингу. Я в 91 стал чемпионом Европы, чемпионом мира. Чемпионом мира в 93, по-моему, вес у нас там был. В 91. И чемпионом мира я в супертижах был по кикбоксингу. В ММА, видите, я же не базовый борец, поэтому с борцами там не совсем удобно было в 93. Поэтому я поделал на 84. Вот сейчас, ввиду того, что полный лагерь не получается провести, выступаю в 93. Был вопрос о защите от стольного боя, о защите титула на 84. Это да, но для этого нужно проводить полный лагерь. Вот, кстати, по поводу этого хотелось спросить. Я видел, что в социальных сетях его поздравили, Дмитрия Анашова с победой. Поздравил, чуть немножечко подколол. Подколол, да. Я так понимаю, не впечатлил. Не со зла, не со зла. Не впечатлило выступление, да? Я скажу так, что, наверное, в моем поздравлении был больше хайпа, чем в его бое. Поэтому он профессионал должен был использовать это и продолжать оставаться в медиапространстве, в медиаполе. Но, по-моему, он этим не воспользовался. Я ему позвонил на следующий день, Дима был немножко разочарован. Именно выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!